добрый день дорогие зрители сегодня мы поговорим о поменках на один год со дня смерти человека в прошлом видео я рассказывал о главных поменках на сороковой день в которой по религиозным верованиям душа усопшего окончательно переходит в иной мир дожидаться страшного суда после этого по христианским традициям проводятся заключительные поминки на год после смерти после годовщины со дня смерти считается что душа усопшего окончательно воссоединилась душами людей и предков поэтому теперь можно поминать всех ушедших вместе специальные поминальные дни вроде радоницы как проводить поминки на год смерти считается что на год смерти в честь памяти ушедшего человека вновь могут собраться все желающие помянуть вспомнить о его благих делах и отдать дань уважения в этот день по традиции принято ходить на могилу умершего можно поправить оградку прибраться и облагородить это место подкрасить заборчик и навести порядок очень желательно посадить цветы или хвою а также принести с собой немного живых цветов кстати если вы не знаете по христианской традиции на поминки можно приносить исключительно живые цветы да и просто так приносить цветы для красоты тоже нельзя ведь данная традиция пошла от того что в мая римляне приносили розы на могилы предков поэтому в 1889 году синод даже запретил на христианских похоронах венки и любые надписи на них чтобы не превращать похороны в веночно-цветочное шоу в процессе которого верующие отвлекаются от нужных мыслей и молитв о душе а настоящая православная традиция подношение цветов хоть внешне и похожа но имеет абсолютно другой смысл так в изначальном христианстве люди принося живые цветы или венки из живых цветов пытались всеми силами подчеркнуть что человек как и цветок никогда не умрет и ему будет даровано воскресенье и вечная жизнь так душа его бессмертно по сути он не умирает вовсе а просто переходит из одного мира в другой как и цветы вянут но весной снова на их месте вырастают другие еще более красивые также следует учесть что традиционно в венке должен присутствовать крест из цветов или просто крест который символизирует дополнительное почтение памяти искусственные цветы не устанавливаются в церквях так как они не имеют никакого отношения к цветам и не могут символизировать жизнь так как уже изначально являются творением человеческих рук и объектом неживым а на кладбище как на небольшом аналоге церкви важно поддерживать эту традицию как доказательство что ваша вера жива и любовь к человеку тоже является живой в этом сходятся все православные священники так что верующим носить искусственные цветы на могилу не следует небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности прикройте глаза расслабьтесь и вспомните они забыли ли вы поставить лайк под этим видео а главное подписаться на канал и нажать на колокольчик чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых добрых и постоянно развивающихся личностей чаще тренируйте осознанность всем добра и мудрости а мы продолжаем и не обязательно покупать дорогие цветы на правильных поминках можно и сэкономить ведь они призваны продлевать память и жизнь они для того чтобы загонять в гроб живых изначально в россии во время поминок использовали кустарники или ветки вечно зеленых деревьев сосна ель и можжевельник по традиции как раз символизируют вечную жизнь и как нельзя кстати подходят для этого события в некоторых регионах до сих пор жив обычай устилать дорогу поминальной процессии войными ветвями естественно если у вас нет по каким-то причинам возможности купить настоящих цветов то можно взять просто еловую ветку или на крайний случай искусственный цветок ведь главное на поминках это искренняя молитва и никакие внешние атрибуты и материальное богатство не могут ее заменить также если есть материальная возможность то хорошо бы заменить временный памятник на более добротный гранитный или мраморный монумент хотя делать это на последние сбережения не стоит ведь счастливая жизнь живых родственников все-таки на сегодняшний день важнее да и памятник они ставят скорее для своей памяти они для умершего поэтому данное дело можно перенести на другой раз и конечно самое главное помолиться за усопшего и сказать пару добрых слов и его честью могилу а также раздать немного милостыни местным беднякам чтобы они помолились за его душу ведь молитвы таких нуждающихся людей можно сказать близких к богу по верованиям церкви иногда стоят очень многого на годовщину смерти после посещения кладбища делают и традиционный поминальный обед для желающих помянуть еще раз помолиться за бессмертную душу ушедшего человека поминальную трапезу желательно включать блюда местной кухни салаты жареную рыбу борщ пирожки пшеничную кашу компот можно поставить на стол сладкое а также то что больше всего любил при жизни поминаем так как именно его памяти и посвящено данное событие поэтому его вкусовые предпочтения должны также учитываться помните что самое главное не забыть зачем вы это делаете на самом деле ведь для души умершего по христианской традиции главное именно искренние молитвы близких людей и церкви а также милостыня и хорошие праведные мысли и дела в его честь нельзя забывать что в данном случае да и вообще в жизни именно духовное следует ставить выше материального и как говорит мудрая православная пословица богатством гроба не удивишь бога на этом все смотрите наши видео творите добро и будьте счастливы до скорого но на этом еще не конец вернее все только начинается большая просьба именно к тебе лично не забудь подписаться на этот канал обучения общения и саморазвития чтобы каждый день становиться все успешнее осознаннее добрее и мудрее развиваясь вместе с нами и нашими экспертами а главное общаясь с огромным сообществом развивающихся в разных направлениях людей среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами которые будут тебя мотивировать к новым достижениям не бойся дружить советовать и помогать другим в комментариях и конечно чтобы получать оповещение последних и самых полезных видео рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик также не забудь поставить лайк если тебе понравилось видео напиши свое мнение или вопрос по теме а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто ведь мы читаем все комментарии поддержи нас и развивайся вместе с нами ну и конечно если ты больше любишь читать то заходи на наш официальный сайт портал обучения и саморазвития где можно найти тот же материал и в печатном виде ссылка на эту статью на сайте будет в описании а если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу и главное не забудь поделиться этим видео с друзьями давай делать больше хороших дел распространять знания и помогать друг другу доброты и мудрости к сожалению так не хватает этому миру а на этом будем прощаться рекомендую посмотреть и другие видео в том числе на непривычные для тебя темы важных направлений саморазвития на самом деле очень много поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов чтобы каждый мог найти нужное а также имел возможность развиваться в разных темах а не только зацикливаться одной сужая тем самым свое видение мышление и мировоззрение естественно желаю тебе в любом случае мудрости любви успеха и всех остальных благ хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня а сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни или чтобы стать еще мудрее переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведение или из тех которые ты сейчас увидишь перед собой на экране всем добра